В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 15 августа. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Омском районе 44-летняя женщина убила своего собутыльника. По данным следователей, в поселке Ключи подозреваемая пришла в гости к 37-летнему сельчанину. Вдвоем они много выпили и в какой-то момент потерпевший начал добиваться близости со своей гостьей. Женщина была против. Она схватила кухонный нож и воткнула его в сердце мужчины. Ранее обвиняемая уже была много раз судима, в том числе и за убийство. Поэтому органы следствия намерены избрать ее меру пресечения в виде заключения под стражу. В Калачинске осудили 28-летнюю женщину, которая издевалась над приемным сыном. Многодетная мать была признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса. Это истязание путем нанесения побоев несовершеннолетнему лицу и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Обвиняемая, которая сама воспитывалась в детском доме, когда узнала, что ее сестра родила и отказалась от своего ребенка, мальчика, тогда она из жалости оформила опекунство. А в последующем, когда у нее родились свои двое несовершеннолетних детей, она стала жестоко обращаться с приемным ребенком, фактически издевалась над ним. В частности, за любые провинности она заставляла мальчика стоять в так называемом стульчике на полусогнутых ногах с вытянутыми вперед руками в течение нескольких десятков минут, когда ребенок уже практически бесил, падал на пол. Также она его заставляла, когда он капризничал, есть торт, либо наоборот не давала ему еды, а ругала его за то, что он просит еду. И другим способом оскорбляла, унижала его и издевалась над ним. Кроме этого, надо отметить, что обвиняемая вела социальный образ жизни и злоупотребляла алкогольными напитками. Как только было возбуждено уголовное дело, обвиняемую лишили прав опекуна. Мальчика передали в другую семью. Приговором в суда женщине, имеющей наождевение двух родных несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также ей предстоит выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Омские полицейские задержали серийного вора, который вскрывал машины и забирал аккумуляторы. Подозреваемый совсем недавно освободился из колонии. Скорее всего, ему вновь предстоит вернуться в знакомые места. В отдел полиции советского округа поступило сразу три заявления от автовладельцев. У всех потерпевших была похожая история. Водители оставляли свои машины открытыми, а неизвестные лица вскрывали капоты и похищали аккумуляторы. Каждый из владельцев оценил свой ущерб в 3 тысячи рублей. Полицейские на месте изъяли следы преступников. И, как оказалось, грабил машины один и тот же человек. Сотрудниками гованного розыска в короткие сроки была установлена личность подозреваемого. На допросе подозреваемый пояснил, что освободивший из мест заключения свободы высматривание оборудованной сигнализации автомобиля, после чего совершал хищение аккумуляторных батарей, впоследствии сдавал в пункт приема металла за 700 рублей. В настоящее время похищено, изъято и возвращено законом владельцам. Подозреваемый охотно рассказал следователям, как вскрывал машины. На свободу он вышел всего-то несколько месяцев назад. Официально трудоустроиться нигде не смог, поэтому был вынужден вернуться на скользкую дорожку. Заднюю левую дверь открыл, дотянулся до рычага, который капот открывает. А переднюю дверь водительскую открывали? А, да, сначала открыли, потом открыл вот эту переднюю водительскую дверь, через нее залез, открыл вот этот рычажочек, открыл капот, снял аккумулятор. Мне на самом деле впервые стыдно за свой постулок. Ну, стыдно. Ну, все равно дело дошла, дойдет, да? Меня могут посадить. То, что рецидивиста оставят на свободе, маловероятно. По факту краш аккумуляторов заведено три уголовных дела. Полицейские не исключают, что обвиняемый причастен к другим подобным преступлениям. Сейчас Амичу грозит до двух лет лишения свободы. В Василькуле местный житель заработал уголовное дело по собственной же глупости. 30-летний сельчанин написал заявление в полицию, что у него со двора угнали «Ладу» 10-й модели. Оперативники обнаружили перевернутый автомобиль в нескольких километрах от райцентра. В ходе опроса очевидцев выяснилось, что за рулем находился сам хозяин «Жигулей». Кроме того, этот факт подтвердила подруга мужчины, которая в тот день каталась с ним в машине. В свое оправдание автовладелец рассказал, что таким образом хотел уйти от ответственности за ДТП. В результате теперь его ждет уголовное преследование. За заведомо ложный донос о совершении преступления мужчине грозит до двух лет колонии. В Омске закончился купальный сезон, и Главное управление региональной безопасности подвело предварительные итоги. Так, за это лето в области утонуло 70 человек, из которых шестеро дети. В прошлом году на воде погибло 67 мечей, в том числе 5 подростков. Если в прошлом сезоне пик количество несчастных случаев пришелся на июнь, то в этом году люди чаще тонули в июле. Основные причины трагедии – несоблюдение правил безопасности на лодках, употребление алкоголя и отсутствие контроля взрослых за детьми. В Василькульском районе пограничники задержали водителя, который перевозил 200 патронов. Мужчина пояснил, что ехал в Казахстан на любительскую охоту. В результате боеприпасы передали в полицию для принятия процессуального решения. Всего же с начала года омские пограничники пресекли 23 попытки провоза оружия. Из незаконного оборота изъято 10 стволов и более 400 патронов. Накануне в ходе операции «Трезвость» дорожные инспекторы на трассе Омск-Красноярка становили ладу 6-й модели. За рулем был 65-летний мужчина, а в салоне находились два ребенка. Дети были не пристегнуты. Во время беседы полицейские почувствовали от пенсионера запах алкоголя. Как оказалось, дедушка перевозил внуков, будучи пьяным. Алкотестер показал в его выдохе 0,4 грамма алкоголя на литр воздуха. Водители отстранили от управления. Детей забрали родственники. Всего же в ходе операции «Трезвость» остановили пять пьяных автовладельцев. Еще трое отказались дышать в трубочку. Тем не менее, их ждет та же участь, крупный штраф и лишение прав. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго и до встречи.